йоу друзья сегодня мы сделаем отопление через вебасту точнее отопление а подогрев воды я отошел от газа я уже это говорил вам думаю надо вообще пилить отдельное видео по этому поводу короче мы купили вебасту сейчас мы поедем купим вот такие шланги здесь на тройник от этого бака это мокрый вебаста которая будет брать воду вот снизу буду ставить этот датчик здесь сейчас мы купим шланги как я уже сказал я буду его включать за 30 минут на вот греть этот бак да он будет остывать его еще потом дальнейшем нужно вклеить утеплить но пока нам этого хватит и таким образом мы сможем спокойно греть воду и у тебя просто например ты захотел душ принять ты включаешь на 30 минут погрела ты заглушил пошел принял душ у тебя всегда теплая вода конечно надо смотреть потому что если вдруг вы перегреть его то вебаста горит до 70 градусов это надо тоже иметь ввиду мы значит сделали на всякий случай такие предохранители остается сейчас у чуть-чуть подсверлить закрутить один болт штора мы сейчас сольем бак воды для того чтобы нам надо собрать это у нас подтекала вода вчера работал сейчас дизель запустить сейчас мы сделаем механизм который я хочу проэкспериментировать и смотрите знакомьтесь это подогрев тассола вроде как в реношках он есть на две свечи вроде как конечно говорят что это маловато я сейчас подсоединю через общую систему подключу их к электричеству и по идее должна пойти теплая вода но это по идее будем пробовать так что мы всего накупили сейчас будем ставить то есть тут принцип достаточно прост то есть вот мы подсоединили к общей системе давление нагнетается здесь идет через патрубок сюда после этого соединяется с душ все довольно элементарно все бы хорошо но шланг это подошел нихрена сего начала включить прикидывайте интересно бы разорвал бы его чем проведем секс на эксперимент запускаем так переделали будем сейчас запускать принципе работает шланг эти надо поменять они невысокого давления также пойдем магазин посмотрим армированные то есть вот такой принцип сейчас мы минус плюс у нас еще есть рвешка рлюшка но мы попробуем накинуть и посмотрим как будет работать где-то еще подтравливает видно начинаем эксперимент пока попробуем через кабеля там дальше будем решать пока я вот таким образом подключил значит мы включаем насос он пошел теперь мы накидываем минусовую клемму по идее она должна дать напряжение они должны начать греться включаем ну чуть-чуть воду и холодная пока холодная медленнее холодная я попробуем подогреть и так о тепленькая пошла ну такая летний тепленькая и опять холодная то есть получается что две свечи от накаливания даже не могут его нагреть холодная потом идет теплая но чуть-чуть и все получается что получается что вот пока вот там она сейчас нагревается успевает но на этом все заканчивается эффект не удался не получится так работать попробуем сейчас чуть подождать интересно даже насколько она сможет нагреть воду может быть четыре свечи мне говорили но опять же проточный это очень тяжелый должен быть такой сильного да вот оно нагрело прямо тепленько тепленько ну и все опять пошла холодная вода не работает получается что только у нас вариант это вебаста либо газовое отопление проточного типа такого формата не подходит обидно друзья друзья конечно если вам нравится то что я делаю то не забудьте поставить лайк написать комментарий это помогает продвигать видео подписаться если ты не подписан а также вы можете поддержать канал макс трава под видео есть ссылочка на спонсорство либо донейш но это еще не все вы также можете приобрести мерч от макса трава вот такой интересный брелок либо подобного формата брелок ну и конечно например холдер кошельки и всевозможные продукции с логотипом макс трава кому интересно пишите мне в личку ну а теперь приятного просмотра ну что начнем мы устанавливать нашу вебасту значит у нас должно быть 2 дырки в нижней части бака да соответственно чем ниже тем лучше и верхней части вака чтобы уфи сделать эффективность смешания воды быстрее значит у нас есть крепление крепление на как должно так бачком вопрос то что теперь у меня есть вариант либо просверлить варки либо сверлить в полу полу здесь бак сервить я могу только здесь потому что здесь лоджерон идет проще всего вот здесь близко легко и всего лишь одну дырку то тоже немаловажно сейчас только подумать как закрепить надо каким-то образом это сделать серия у нас есть шланг шланг мы должны где-то добавить чтобы сделать разрыв здесь нормально то есть у нас будет один бак все вот внутри ничего готово так теперь мы делаем набираем жидкость для того чтобы выдвинуть воздух все есть эту тему сделали так как и баста может греться значит нам надо обеспечить безопасное здесь у нас будет выход я сделаю отверстие большего диаметра соответственно будет диппозон также положу специальную есть термостойкая типа как ваты сюда ну и подумаем теперь еще как вот как здесь прикрепить я думаю помощью пластины может видеть как-то как навеса просто навесил ее и она держалась сделала такую пластину с резками для того чтобы моя вебаста была съемная то есть то можно было ставить поднимать так сейчас мы накручиваем попробуем примерить принцип вот такой надел если надо снять снял потому что но такая пластина сейчас мы еще один был здесь загоним на прикручена на пяти болтах и вот и и вставляешь болтиками можно сверху обжать и будет прижата суда ставится вот такая не горячая утеплитель и суда также ложится чтобы также не гореть того что получилось то есть на зазоры теперь вот тут будет идти труба коротенькая сразу наверх бака и здесь снизу будет погибаться трубу я уже записывал этот материал он так мы положим и все он будет предоостерегать от перегрева ну что же пришло время делать дырочки вы готовы ну вот друзья шланг для жестковатый конечно надо было другой брать здесь есть прогиб но у меня есть идейная уверенность что приехал подогреве когда он будет тепленький он примет форму свою поэтому на всякий случай оставил запас так теперь у нас следующее это тут небольшой шланг но вот я думаю может сделать дырку чтобы его вот сюда вставить и как-то вот здесь сверху чтобы он был так набираем воду что проверить нет ли течи ну что вроде соединение держит нормально ну что вроде мы все подключили сейчас мы сделаем предварительный запуск и посмотрим как будет будет ли вообще циркуляции вообще работа эта система держим кулачки не забудь поставить лайк написать комментарий подписаться если ты не подписан ну и погнали ну вода пошла ну вода пошла сейчас должен насос цокать по идее но не цокает циркуляция есть сейчас мы прокачиваем насос через аккумулятор что пошла солярка он кстати идет смотрите короче мы сегодня сделали зарядку аккумулятор это достаточно очень легко и просто взял 70 амперный реле пусть пока он прогревается сейчас вам покажу толстого такой кабель вот он дальше я подключил на генератор плюс минус плюс на аккумулятор предохранитель 90 ампер реле 70 ампер и получается что когда ты заводишь машину а у тебя сюда идет напряжение и вот через этот провод она идет на тот аккумулятор реле включается как только начинает генератор выдавать напряжение это называется плавный пуск не спалил мне ничего но работает это радует дымок пошел вопрос что она может спалить глушитель еще не подсоединен но и не заизолировано как я предполагал он нагреется но не критично воду мы пока не нагрели потому что сейчас все надо закрепить а потом уже прогревать но я рад последние штрихи есть здесь есть вроде как мы все сделали ватой заложили можно еще чуть больше добавить но будем смотреть как будет дальше есть некое шитание но в основном на плоскости стоит зафиксировано и лежит на небольшом колечке на металле так что период прогрева сейчас я тестово дадим ей 30 минут поработать пусть она все прогреет нагреет воду да ёжик по стригся толпу мало уже побрился надеюсь что свои шланги размещаться немножко примут лучшую форму потому что так конечно не очень смотрится ну в принципе это кровать так что закрывая тестируем посмотрим через сколько она нагреет эту воду выглядит выхлоп я это сейчас снял чтобы все примерить сейчас пока посмотрим не будет ли там гореть так что все постепенно принесу-ка я градусник чтобы показать что она реально греет она уже парит так сейчас нас 20 пусть и но тут уже все у тебя реально можно оттуда прямо идет горячая вода сейчас мы посмотрим конечно друзья он будет быстро остывать еще вопрос сколько будет держать это же носили засечь но вот вверх идет уже смотрите 30 . ну как я примеры предполагал 30 минут и он будет нагреть но здесь уже при 30 температуре достаточно комфортно скажу что уже перегрев идет да кстати вот этот шланг вот загибается в одном месте говно и уже горячевато даже руке сейчас ловлю градусник чтобы подтвердить вам что уже комфортно с переизбытком 40 градусов отлично можно глушить все друзья разметил все сделал выключатель включения работает сейчас мы тестовое делаем можно устанавливать кровать все окей вот кстати просадка на разогрев на старт было 12 вольт стало 11 лет аккумулятор у меня заряжается тадам почти быстро разборная и съемная кровать понесся процесс сборки что надо с собой взять в путешествие так как мы едем в европу соответственно долгий путь нам надо взять как можно больше всяких вещей вот например даже веревка пригодится можно использовать вот такую типа тару ну либо так где-то откладывать вот даже самый такой простейший элемент холодная сварка нужно там лезвие для ножика но такие мелочи путешествие пригодится а вот всякие такие знаете болтики шурупчики это вообще вещь незаменимая собираем так холодильник проверили работает поедем с таким здесь сейчас домывается шторы инструмент собрал получился целая я уже сделал диоды теперь они горят при включении фар это как ходовые огни будут они мало потребляют целая коробка всяких инструмента ключи инструкция также у нас собой еще будут стулья где мы будем можем сидеть кемпинг устраивать я беру с собой еще сборный мангальчик с решеточка где-то на природе пожарим чтобы не портить также окружающий мир ну вроде все наверно бы еще канистрочку бы не помешало бы с собой на всякий случай да снял с дома штору путешествие блин не получается натянуть надо либо дополнительно делать добор такой тогда штора не будет открываться поэтому пока поедем так там если что саморезик можно вкрутить чтобы ее приподнять штору разрезать уже как бы не хватает времени а так вот она должна сниматься но она достаточно плотная штора из-за этого конечно не получится до конца ее ну и конечно же она еще длиннее но это дополнительно даст затык для дырочек ну нормально кстати еще вот эту часть не утеплилась что-то является тоже мостиком холода поэтому и нужна штора я кстати уже показывал что я купил вот такой тент он подходит для того чтобы можно было укрываться от жары и плохой погоды значит все очень элементарно и просто ну вот по такому принципу он должен работать то есть натягиваем и все отлично а сейчас друзья у нас начинается тема выживания выживания в деревне мотоблок там угодья картошечка вся фигня сейчас пойдем копать картошку вы когда-нибудь копали картошку напишите в комментариях а конь борозды не портит старый так картофан еще один ну парочку молоток тоже нашел ну что плантация у нас не такая была большая наш урожай точнее родительский урожай немного порезали ну такая мелкая я прям вспомнил фильм марсианин смотрели такой? и и и и и Продолжение следует...